здравствуйте с вами людмила кто любит бисер как я подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии в этом ролике я покажу как я делаю вот такие декоративные цветущие веточки я поставила вазу отдельно каждую веточку но в конце ролика я буду собирать по-другому хотя можно и расставить вот так виде букета каждую в отдельности вот сейчас покажу вот такие веточки это незаконченный вариант это заготовки я взяла два цвета можете взять два любых цвета я взяла фиолетовый и внутри я взяла розовый можно любые взять сейчас я вам покажу как я делаю вот такую веточку здесь у меня 4 и добавлю 5 хотя их можно и больше сделать вот так выглядит 1 у меня все одинаковые хотя можно нет три бутона и 3 цветочка можно один бутон и все цветочки но чтобы вам показать я сделала все одинаковые хотя можно и распределить и по-другому я буду использовать проволоку номер 3 3 миллиметра флор лента можно сделать из бисера я буду делать по размеру поэтому можно использовать бисер номер 10 я взяла рубку у меня не оказалось одного размера но это мне не помешало вот номер 9 у меня розовый и фиолетовый номер 10 можно сделать одного цвета тогда и бутоны и цветочки все 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 делаем одним цветом и и нужна проволока жесткая я взяла примерно 28 сантиметров но надо учитывать в какую вазочку вы поставите и такую взять длину проволоки жесткой для стеблей набираем на проволоку много зеленого бисера или рубки это я взяла 9 сантиметров 9 это будет листик собираем просто загибаю и скручиваю ножку небольшую таких листиков понадобится много при сборке вы увидите от утюживаем и вот такой получается листик я набрала розового цвета если у вас нету цветной проволоки набирайте на серебряную набираю я много и не отщипываю от катушки мне нужны будут ножки поэтому я оставляю на четыре пальца может даже чуть больше и первый лепесток я отмеряю два сантиметра и делаю петельку немножко загибаю раз два три если нужно крутить и четвертый раз вот четыре оборота отмеряю один делаю петельку берите как вам удобно не надо зажимать близко детали друг другу это не нужно и делаю петельку раз два три делаю направление проволоки это обязательно и обкручиваю делаю вторую второй оборот лишнее я убираю смотрю если мне все нравится я скручиваю три четыре раза опять отмеряю один и делаю вот таких три лепестка опять направление даю проволоки я обкручиваю лишь не убираю много еще одну убираю смотрю и скручиваю опять отмеряю 1 делаю петельку главное не зажимайте это будет сложно получайте удовольствие поэтому видите как у меня проволочки я имею ввиду между листиками я их не зажимаю а беру как мне пальчиком удобно и вот я сделала 3 круглый лепесток а получилось у меня их 4 вот в 1 скручиваю восьмерку вот я скрутила восьмерку положу в центр вот он и делаю кружок три по кругу лепесточка один в центре вот такой петит по кругу немножко зажимаю делаю ножку скручиваю пять-шесть раз больше не надо остальное оставляю и отщипываю нам нужна ножка поэтому оставила я много вот первый цветочек теперь я взяла фиолетовую проволоку фиолетовую рубку или бисер опять оставляю видите сколько проволоки оставляю чуть больше чем даже пальчики мои отмеряю 2 нет 2 нам не надо нам надо сразу один кто-то центрального лепесточка у нас не будет скручиваю раз-два-три если надо крутите четыре раза это особенно кто только начинает обкручиваю вокруг петельки зажимаю смотрю все нравится закручиваю раз два три четыре и делаю направление проволоки и еще один оборот этот лепесток будет побольше вот так и скручиваю так как у меня тут три оборота это еще внимательнее надо быть что берите подальше друг от друга детали делаете опять я отмерил один смотрите вот прям вот сколько я проволоки оставляю делаю петельку направление и мне нужно сделать два оборота посмотрела и скрутила и делаем еще один опять направление и еще один оборот если вы зажмете вам сложно будет скрутить если очень близко от утюживаем пальчиками зажимаем вот так подвигали подвигали бисеринки встали и берем опять отмеряем один и делаем третий лепесток раз два три направление проволоки и крутим лишнее убираем скручиваем опять направление проволоки вот так поджалая наверх и еще один ободок еще один круг отмеряю быстренько взглянула все нравится и закручиваю вот три лепестка округляю на три стороны так просто легко и вставляю серединку которую делали три лепестка и четвертый в центре вставляю серединку и стараюсь скрутить чтобы вот эти розовые лепесточки были бы между фиолетовыми так как я ничего еще не делала это легко сделать вот так развернула и зажала пальчиками можно даже нагнуть чтобы они пока скручиваем не убежали бы вот так эти между фиолетовыми раскрыла хотя это может так сильно и не надо но для скрутки ведь как это сделала теперь я зажимаю и кручу ножку общую ножку вот так делаю общую ножку тут я уже скручиваю до конца потому что в самом деле нужна ножка цветочка вот так скрутила и теперь только я вот сняла можно поправить сразу можно это сделать потом поправлять очень легко небольшое углубление фиолетовым лепесточком даем чуть-чуть раскрываем и цветочек у нас готов можно это сделать потом при сборке все цветочек готов у меня я его просто пошире немножко сделала раскрыла лепесточки а можно зажать один зажали другой раскрытые оставили я взяла флор ленту закручиваю ножку ну примерно пальчик чуть больше и добавляю зеленые веточки листики с одной стороны и с другой стороны и и докручиваю заготовка цветочку мы готовы на одну веточку я взяла 3 сделала 3 цветочка бутон я делаю с двумя спиннерами но показывать как набирать не буду время ваше тратить сначала я набрала фиолетовый пол сантиметра но рубки у меня получилось 3 бисеринок я не знаю что 5 будет наверное и пол сантиметра розовый цвет это будет середина моего листика лепесточка тут я оставляю побольше проволоки вы можете оставить только для загиба но я оставляю вам покажу для чего я оставляю да и делаем опять нам нужно ножка поэтому на все пальцы загибаю и делаю скрутку делаю несколько оборотов 1 2 3 4 5 верно достаточно теперь я делаю тут петельку чтобы у меня не убежал пока бисер небольшую такую петельку и отмеряю 22 сантиметра примерно 22 вот и отщипываю так как мне придется набирать тут можно не измерять я набрала фиолетовый у меня тут 33 при рубке я 3 набрала 3 а розовые уже измерять не надо я наберу на глаз побольше розовый цвет вот и набрала на глаз розового цвета и делаю листик отмеряю сколько мне нужно обкручиваю можно круглый верх круглый низ или заостренный как вам больше нравится пододвигаю розовый бисер ведь я пододвинула розовый и отмеряю дот ведь отмерила лишь не убрала поэтому я розовый делала на глаз сейчас фиолетовые я буду набирать тоже на глаз потому что будем закручивать и делать листик я раскрыла бутон свой видео внизу фиолетовый идет сверху розовый идет и примерно я вот так и измеряю вот так я набрала опять фиолетовый на глаз теперь только все на глаз идет то вначале только я измерила вот так отмеряю теперь фиолетовый закручиваю и отмеряю с другой стороны ну на вот так примерно видите вот фиолетовый фиолетовый отмерила лишний убираю и опять набираю розовый цвет сверху мне идет розовый поэтому на глаз набираю розовый я набрала розовый и продолжаю делать свой лепесток закручиваю так вот это должна быть ровно ось нельзя ее трогать а иначе будет кривой листик отмеряю с другой стороны сколько мне нужно розового лишнее я убираю и на глаз набираю фиолетовый вот так я убрала и теперь мне нужно фиолетовый обкручиваю утюжу лишь не убираю подкручиваю и смотрю сколько метод он как раз фиолетового добавлю еще розовый и продолжаю делать свой лепесток отмеряю сколько мне надо обкручиваю отмеряю с другой стороны лишь не убираю и последний раз набираю фиолетовый чтобы закончить листик вот и набрала фиолетовый и заканчиваю свой лепесток если у вас слабый лепесточек зажимаем и подкручиваем весь лепесток особенно то что мы будем каждый раз подбирать сбиваться с ритма можно вот так взять и подкрутить ли весь лепесток и потом ножку что я почему я оставляю длинную не отщипываю вверх потому что он все время потом и колется и выходит из-за лепестка вы конечно можете отщипнуть а я вот так делаю в середину лепесточка и тогда чтобы я с ним не делал у меня нигде ничего не выскочит проволочка и подкручиваю вот верхнюю проволоку с ножкой и теперь мы отщипываем лепесточек у меня получился делаем бутон загибаем сначала вот вот так можно загнуть сначала как лодочку сделать сначала одну сторону я загибаю потихонечку как пластилин не торопясь подгибаю не сильно но зажимаю и другую сторону и немножечко подкручиваю не сильно но чуть-чуть подкручиваю это я бутон делаю вот такой бутончик по пожали посмотрели поправили немножко подкрутили тихонечко чтобы ничего не выскочила и получился вот такой у нас бутон теперь осталось его оформить бутон как и цветочек от шикарный бутончик подкручиваем флор ленту вот так с пальчик вот или так же как и цветочку добавляем листики зеленые с одной стороны и с другой и докручиваем флор лентой вот этими пальчиками кручу а это на правой рукой натягиваю и легонько скручиваю я вот так листики делаю сделала во всей композиции можно сделать вот так теперь я соберу веточку 30 . 3 бутона и 2 листика для макушки чтобы она жиденько не выглядела сначала я обкручиваю проволоку чтобы она у меня не скользила бы беру цветочек и прикручиваю как только прикрутила цветочек беру зеленые листики а иначе макушка у нас будет такая жиденькая внизу то побольше будет листиков и цветочков так я взяла цветочек можно начать с цветочка а я вам сказал что все одинаковые сделаю тогда с бутона начнем можете я вот иногда делаю цветы сверху а бутона внизу ну так как чтобы показать именно какой у меня сделано чтобы вы не путались сделаю все одинаковые прикручиваю один листик между ними между зеленим зелененькими листиками 2 и подкручиваю сильно зажимать друг другу не надо пусть они такие воздушные будут я вам показывала что они очень такие густые выглядят теперь берем следующий бутон и между вот этими листиками и прикручиваем оставляем ножку чтобы лап ножка вот тут тоньше идет вот как раз в этом месте начинаю скручивать и иду ниже беру следующий бутон и с другой стороны от этого бутона прикручиваю следующий бутон уже больше листики зеленые не добавляю потому что тут уже как бы густо идет теперь добавляю также цветы между вот этими цветами прикручиваю цветочки и так до самого низа и и со следующей стороны подкручиваем немножко ниже мне надо чтобы очень густо не было и подкручиваю следующий цветочек с другой стороны и между ними следующий цветок между ними прикладываю чтобы ножка была поставляю и подкручиваю вот таких цветочков бутонов можно больше сделать это как хотите можно еще длиннее так и подкручиваю веточка у меня готова распределяем одним пальчиком во все стороны чтобы смотрели в цветочки разворачиваем потом еще конечно в конце можно будет поправить чтобы у нас цветы и бутоны со всех сторон я сделала пять веточек но можно их и побольше даже сделать одну веточку я прикрутила на более длинную проволоку она у меня будет в центре так как я не знаю как я буду собирать каждый раз идет по-своему но примерно я все равно ориентируюсь на свою вазу и прикладываю к центральной прикладываю вот эту веточку ниже но пусть цветочек поместится вот этот вот так на ножку и скручиваю флор лентой две веточки скручиваю вместе чтобы хорошо держалась я скручиваю один раз а потом обрываю флор ленту и скручиваю второй раз можно воспользоваться дополнительной проволокой вот смотрите я немножко скрутила не до конца теперь я обрываю флор ленту так я буду все веточки прикручивать и еще раз и иду ниже чем скрутила так и буду закреплять свои веточки чтобы они у меня не крутились если у вас крутится берите дополнительную проволоку и скручиваете сначала проволокой потом флор лентой вот так видите я прошлась чуть ниже и у меня уже крутится не будет и обрываем следующую веточку я прикручиваю примерно на той же высоте как вот эту боковую можете немножко сделать в шахматном порядке чтобы для удобства но чтобы удобнее было прикрутить но примерно на той же высоте я показывать не буду мне тут неудобно скручивать вот так я прикручу еще одну веточку вот видите одинаково примерно одинаково также можно немножко отогнуть чтобы удобнее было скрутить получается центральная и две боковые у меня всегда есть дополнительные заготовки и бутоны и листики зеленые это я подсоединяю особо у меня вот тут тоже было бы густо я могу с одной стороны перекрутить цветочек видите я только три веточки скрутила до с одной стороны могу веточку с цветочком подкрутить это для густоты могу листики добавить давайте добавим листики или бутон вот у меня есть бутон добавляют бутон немножко подкручиваю ниже это вы смотрите вы все увидите и поймете когда будете скручивать что вам даму надо добавлять или нет вот за другой стороны я добавила и кручу дальше ведь как густо все получается теперь мне надо добавить еще больше не буду пока добавлять вот одна веточка 2 и две веточки между ними это же ну примерно в цветочек вот этот длину не знаю как показать вам цветочек ниже вот у меня вот эти так боковые а я вот ниже сделаю их вот пониже сбоку где-то на вот на такой цветочек ниже сделаю вот ниже вот этих боковых надеюсь видно так прикручиваю также один сначала а потом 2 соцветив вот у меня тут с этой стороны значит я прикручу с этой стороны примерно на высоте вот вот он и прикручиваю последнюю веточку вот такая веточка у меня будет богатая объемная веточка сейчас прикручу покажу эти немножко мне понадобилось чуть ниже чем вот предпоследняя вот теперь он не осталось еще один бутончик я могу добавить на ствол бутон листики это просто чтобы ствол не было у меня голым и пару листиков но я стараюсь ниже не опускать просто создать ствол красивый который будет виден из вазы вот и еще один и этого достаточно и теперь скручиваю ножку до конца тоже два раза чтобы у меня держалась когда я все скрутила теперь сначала раскрываем жесткие веточки проволоку на четыре стороны вот такая густая ветка получилось у меня а потом распределяем цветочки вазочку поставьте хотя я сделала именно веточку но можно сделать кустик или дерево и посадить в камушке кто меня давно смотрит знает как посадить в камушке тогда стволы здесь не соединяйте оставьте зонтик чтобы это удобно было бы посадить в камушке залить клеем или в гипс кто пользуется гипсом вот такая шикарная пушистая веточка у меня получилось вот такой букетик у меня получился правда мне такая веточка высокая что не помещается в мою конструкцию вот так я вам покажу вот такой шикарный букет декоративных веточек или можно не собирать как я в конце собрала а поставить все отдельно в вазочку до свидания и Продолжение следует... Продолжение следует...